Между тем статистика уверяет, что в стране увеличился размер среднемесячной зарплаты. За первый квартал этого года она составила 285 тысяч тенге. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатель вырос на 12 процентов. Это данное бюро над статистики подчеркну. В разрезе регионов самая большая заработная оплата сохраняется в Итараусской области около 470 тысяч тенге. Меньше всего получают жители североказахстанской области. Величина зарплаты здесь чуть больше 200 тысяч тенге. В ведомстве говорят, что в расчетах не учитываются мелкие предприятия, а средний уровень формируется с учетом премий, надбавок и налогов. Между тем, жилесмена Иконкунуров отмечает, что необходимо строго определить критерии среднего класса в Казахстане. В программе повышения доходов населения, которую недавно презентовали, четких пояснений этому нет. Поэтому казахстанцы не могут понять, как вырастут, собственно, их доходы. Еще одним важным фактом, по словам депутата, является отсутствие привязки доходов к темпам инфляции. В нынешней экономической ситуации это обязательное условие. В целом, народные избранники уверены, что программа повышения доходов населения не учитывает главного. Как Казахстану преодолеть вот это огромное отставание в уровне производительности. А это есть ведь причина низких доходов, говорят депутаты. Можелесмена Иконкунуров убежден, что госорганы отчитаются об успешных проведенных вот этих мероприятиях в рамках программы. И на этом, собственно, дело закончится. Что по факту люди от этого получат? Станут ли они богаче? Не факт. Что в таком случае предлагают сами народные коммунисты? Давайте узнаем. Мы пригласили Айкону Конурова к нам в студию. Айкону Ратович, добрый вечер. Добро пожаловать. Есть хорошее правило. Критикуешь, предлагай. Какая, на ваш взгляд, сегодня нужна? Ну и нужна ли в принципе программа повышения доходов населения? В первую очередь, конечно же, мы считаем, что программа повышения доходов населения, она не должна куларно формироваться. Необходимо привлекать экспертное сообщество, ученых, ну и, соответственно, представителей общественности. К сожалению, депутатский корпус не принимал участия в создании этой программы. Соответственно, мы, как оппозиционная партия, находящаяся в парламенте, буквально на этой пленарке раскритиковали эту программу. В любом случае, меры должны быть системны, в нашем понимании. И те приоритеты, которые расставлены на этой программе, они были раньше расписаны в многих других программах. И мы считаем, что основную программу, можно сказать, интересную для простого человека, которую выдало правительство в рамках повышения доходов наших граждан, скомпилировали из многих программ. И на сегодняшний момент мы опасаемся того, что она будет низкоэффективной. Ну, я вот, пожалуй, соглашусь с тем, что самоназвание повышения доходов населения, оно немного такое обобщенное. Ведь есть рабочие заводы, которые получают 100 тысяч деньги, а есть владелец завода, у которого там яхты, виллы за рубежом. По идее, и тот, и другой хочет, чтобы его доходы повышались. На кого тогда ориентировать нужно подобные программы? Ну, президент в послании отметил, что очень высокие риски не только для Казахстана, но и для всего мира существуют как раз-то в серьезном расслоении нашего общества, когда там 9% населения имеет фактически 85-90% доходов. Это называется несправедливое перераспределение доходов, как внутри Казахстана, соответственно, во всем мире. Это признают все на уровне международных институтов. Поэтому, чтобы снизить эти риски, необходимо как раз-то в этой программе правильно перераспределить доходы. Национальный доход, он у нас есть. ВВП у нас растет. В принципе, отчет правительства у нас всегда такой правильный. Мы будем рассматривать его, я думаю, в ближайший месяц, и, соответственно, будем на это указывать, что номинальный рост ВВП, он никаким образом не отражается на реально располагаемых доходах населения. Это крайне неправильно. А что вы имеете в виду под фразой перераспределить доходы? Ну, это не как предсоветской, полагаю, власти взять все, поделить между людьми. Или вы, как коммунисты, сейчас примерно о том же? Мы народники, и мы рассуждаем с точки зрения простого человека, а не с точки зрения, там, олигарха. Глава государства определил, что у нас экономика монополизирована, в большей части идет демонополизация, идет пересмотр приватизации. Я думаю, что как раз-то из тех резервов, которые есть, можно создать определенную подушку безопасности для страны, внутри страны, не используя резервы национального фонда. Кроме того, каждый год мы заслуживаем отчет счетного комитета. Огромные суммы недосвоения, огромные суммы хищений и нецелевого использования государственных средств. Также есть замечательный рычаг воздействия на экономику через создание государственных банков. Мы отдаем маржу банковскую каким-то непонятным финансовым институтам, которые периодически бегают к государству, говорят, если мы ляжем, ляжет экономика. Зачем помогать частным структурам за счет республиканского бюджета, если можно просто создать государственные банки и зарабатывать, и реально оказывать помощь реальному сектору экономики. Коммерческие банки наши, они работают, но они не заинтересованы в создании потока денежного, правильного денежного потока для реального сектора экономики. А без реального сектора экономики мы так и будем проедать наш национальный фонд. Поэтому, думаю, надо переставить приоритеты и во главу угла поставить реальный сектор экономики, который, получая государственную поддержку, получая государственные деньги, должен встречные обязательства реализовывать перед нашими гражданами, которые работают на те же предпринимателей. Вот и все. Это будет справедливо. Зачем, допустим, демонстративно потреблять вот эти вот 90% доходов, какой-то части малое население, там 8-10% и раздражать большую часть и приводить это все к социальному взрыву? Должно быть справедливое перераспределение доходов. Мы к этому сейчас вернемся еще. Что, в принципе, думают о критике, о вашей критике, о критике других депутатов в правительстве? Корреспонденты Энтер Микен Бизнес сегодня поинтересовались мнением отечественных чиновников за программу повышения доходов населения. Давайте послушаем. Вы знаете, что мы уже начали конкретный механизм по каждому пункту самой программы отдельно государственными органами. Первый такой буквально недавно состоялся фонд Саморук Позна и Министерство энергетики. Буквально недавно я специально посетил Джамбульскую область. По реализации данной программы на примере, апробированном примере, в течение фактически полтора года была апробация на селе, где средний двор, семья, доходная часть вырос в четыре раза. То есть это есть конкретные примеры и механизм реализации программы. Поэтому и депутатам, в том числе и вам, я советую более детально вникать в задирательную часть самой программы. Поэтому я вас всех приглашаю. Мы открыты к такой совместной работе. Ну как, Айкон Урадович, убедительный ответ? Ну для вас лично. Убедительный. Насколько он убедительный для простого человека, который ощущает на своем кармане снижение реальной покупательной способности своих доходов. И я думаю, прямым показателем того, что наши граждане находятся в состоянии хронической работающей бедности, является закредитованность наших граждан. И для того, чтобы как-то сохранить уровень жизни свой, люди вынуждены брать потребительские кредиты. Уровень у нас очень высокий. Я думаю, что правительство должно этим озаботиться, и Национальный банк, и Финрегулятор. Вот вы сказали, что нужно определить, какой уровень доходов мы считаем приемлемым для казахстанцев, к какому уровню мы хотим стремиться. А на ваш взгляд, какой доход, ну или какая зарплата может быть среднестатистического жителя страны сегодня приемлемая, нормально? Вот статистика говорит 285, якобы средняя опять. Люди, конечно, будут спорить сейчас. Наши ученые, исследователи посчитали, что минимальная зарплата должна быть где-то в районе 85 тысяч тенге. Это минимальная зарплата. Поэтому как раз-то от уровня минимальной зарплаты все показатели фактически должны увеличиться в разы. К чему ведет бедное население? Оно ведет к сужению потребительского спроса. Это отражается на малом и среднем бизнесе, соответственно, на выплате налогов. И это все идет, как говорится, эффект храповика. Приводит к тому, что происходят необратимые процессы в экономике, и наш бюджет все больше и больше зависит от национального фонда. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, необходимо в нашем понимании сменить денежно-кредитную политику. Оно должно быть ориентировано не на финн-институты, на их развитие, поддержку, а на реальный сектор экономики. Мы уже видели, как в свое время объявляли нашу банковскую систему самой передовой на постсоветском пространстве. И что мы на сегодняшний момент имеем? Мы имеем небольшой выбор банков, которые уже довольно избирательно относятся к бизнесу, навязывают какую-то свою политику. Мы видим, что в результате санкций крупные российские банки покидают Казахстан. И конкуренция в этом секторе очень сильно упала. Соответственно, в нашем понимании повысить конкуренцию можно только созданием отраслевых банков. Это Агробанк, Промстройбанк. Хорошо. У инициаторов программы свое видение. У вас, как я смотрю, свое. В принципе, все это имеет место, имеет право на жизнь. Вы в таком случае что-то предпринять планируете дальше, чтобы доказать, может быть, разработчикам, что давайте внесем вот эти вещи. Или как-то дальше планируете? Что будет? Конечно же. Сегодня состоялся разговор с Ирилом Пановичем по телефону. У нас будет встреча. Мы будем предлагать наши встречные предложения. И, соответственно, я думаю, придем к какому-то консенсусу, потому что мы намерены, как оппозиционная партия, на площадке парламента подняли накал страстей вокруг этой программы. Вы же понимаете, это же политиконологический ход. На самом деле программа необходима, и мы считаем, что ее надо корректировать с привлечением экспертов в научном сообществе. Хорошо, тогда будем верить, что в условиях создания сегодня нового справедливого Казахстана и ваши справедливые предложения, они пусть будут услышаны, но и в целом это, собственно, пусть и приводит к конечной цели. Дмитрий, уже услышано. Мы сегодня разговаривали с лицей премьеры на эту тему, и будет диалог, будет решение. Самое-то главное что? Доход населения, чтобы повышались, и все это для экономики. Спасибо большое, Айкон Куноров. Сегодня у нас был в гостях депутат Можилица. Спасибо. 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 Спасибо.